В эфире служба новостей Саров-24, в студии Катерина Опёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На заседании Думского комитета народные избранники вновь обсудили итоги аукциона на обслуживание городских дорог. Правда, зимы в духе народных традиций. В ресторане Прайм отметили Масленицу. Победа в плей-офф. Хоккейный клуб Саров вышел в полуфинал чемпионата Нижегородской области в высшей хоккейной лиге. Далее расскажем обо всем подробно. Проведение аукциона по содержанию автомобильных дорог в Сарове, уборка города от снега и текущее состояние дорожно-эксплуатационного предприятия. Эти вопросы стали темой заседания комитета по экономике и городскому хозяйству. Не всем депутатам эта тема интересна, к ворум не собрался. Однако среди тех, кто пришел на встречу, завязалась оживленная дискуссия. Контракт на 122 миллиона рублей на содержание дорог в городе в этом году достался компании «Магистральстрой», в штате которой три сотрудника. На аукцион поступила всего одна заявка как раз от частной фирмы, причем она шла под третьим номером. Но убирает город ДЭП по субподрядному договору. Все работы полностью переданы от «Магистральстрой» муниципальному предприятию. Контракт полностью идентичен, за исключением одного пункта. Стоимость услуги подряда 1,36%. Этот вопрос уже третий раз поднимают на заседаниях комитета городской думы. Однако ответов депутаты не получают. Те, кто мог бы рассказать, почему ДЭП не участвовал в аукционе, на встречи с народными избранниками не приходят. На время заседания у директора Василия Ласточкина и его предшественника Владимира Попова, который сейчас работает главным инженером на предприятии, возникают неотложные дела. Сегодня был звонок, собирались прийти, но был звонок буквально 30 минут назад, с тем, что там что-то случилось у них, где-то за пределами города. Значит, Ласточки с Поповым участвуют в мероприятиях по ликвидации чего-то. Не все депутаты считают, что этому вопросу нужно уделять такое большое внимание. На мой взгляд, абсолютно все равно, с кем заключен договор. Важно, чтобы город убирался. Работы все по уборке города и содержанию дорог будет принимать наша ДГХ. Правильно? Соответственно, если что-то будет не сделано, акты не подпишут. Правильно? Соответственно, никакого ущерба здесь для города. Нет и быть не может. Рисков никаких здесь нет. Дмитрий Егоров забывает, что муниципальное предприятие, только для этого и созданное, не участвовало в аукционе, который фактически позволяет ему существовать. Из-за того, что контракт ушел к магистрали строя, ДЭП недополучил 1 миллион 600 тысяч рублей. Дмитрий Анатольевич, вы рассуждаете абсолютно правильно, полностью, ну как бухгалтер. Без разницы. Как депутаты. Что нет? Как бухгалтер. Как сейчас было рассуждение именно бухгалтера. Кто дешевле, четко, без разницы, лишь бы убирался. Но надо смотреть составляющую какую. Социально. Это рабочие места, это городское предприятие, это доходы бюджета и так далее. К примеру, в ведении муниципального предприятия находится приемник для безнадзорных животных. В сети набирает обороты петиции от активистов губернатору Глеба Никитину с просьбой поддержать учреждение и не передавать его в частные руки. Сейчас приемник выживает исключительно за счет средств, выделяемых бюджетом области на программу ОСВВ. Это менее 100 тысяч рублей в месяц, которые уходят на зарплату трех сотрудников и коммунальные услуги. Животных содержат за счет средств неравнодушных горожан. По словам активистов, речь уже заходит о передаче приемника в частные руки, переносе его в другое место, сокращение и без того малого штата и даже закрытие. За три дня петиция набрала более двух тысяч голосов. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Этот и другие репортажи можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Личные счеты или хулиганство. Два легковых автомобиля повредили в Сарове. Неизвестные облили машины жидкостью, в состав которой входила кислота. В результате лакокрасочное покрытие кузова автомобиля оказалось повреждено. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. У входа в увеселительное заведение произошла потасовка. Между незнакомыми мужчинами началась словесная перепалка. После чего один из них перешел от устных оскорблений к действиям. И нанес сопернику несколько ударов. Пострадавший обратился в полицию. Здесь у молодого человека разбита губа. Но так как там стоят видеокамеры, лицо, с которым произошел конфликт, уже установлено. Еще один конфликт вспыхнул у ночного клуба между тремя мужчинами. В результате пьяной драки саровчанин получил телесные повреждения в виде перелома седьмого ребра. Личность нападавших удалось установить благодаря камерам наружного наблюдения. На прошлой неделе на улице Силкина школьник попал под колеса автомобиля. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. При том, что пешеходный переход был совсем рядом. Юный нарушитель отделался легким испугом. В результате ДТП пешеход 19-го года рождения телесных повреждений не получил. Ему была оказана разовая медицинская помощь и поставлен диагноз – психогенная реакция на стресс. После осмотра фельдшером скорой медицинской помощи был оставлен на месте дорожно-трассного происшествия. Сотрудники ГИБДД провели очередную операцию «Пешеходный переход». В результате за два дня правоохранители выписали семь штрафов за переход дороги в неустановленном месте и задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Все леса Нижегородской области охватят видеонаблюдением. Наш регион станет первым в России, где видеомониторинг будет вестись на всей покрытой лесами территории уже в этом году. По оценке губернатора Глеб Никитин, за последние годы система показала высокие результаты. Почти треть лесных пожаров обнаружена с помощью видеокамер. Поэтому было решено выделить дополнительное финансирование с бластного бюджета на полноценное доукомплектование системы. Сейчас в лесных массивах региона в круглосуточном режиме функционируют 52 видеокамеры. До конца года установят еще 39. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы. Об этом со ссылкой на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщает Известия. На пересмотр стоимости могут рассчитывать жители регионов, в которых платежки начисляются равномерно на протяжении всего года, а не по общедомовым счетчикам. Как уточнили в Минстрое, если по решению региональной власти платеж носится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика. Технопарк «Аванториум Саров» приглашает юных саровчан и их родителей на экскурсию. Узнать, как проходят занятия, чему именно учат кванторианцев, и задать интересующие вопросы все желающие смогут в субботу 7 марта, начало в 15.30. Также гости технопарка смогут принять участие в мастер-классе «Подарок маме» для лиц старше 6 лет. Детская школа искусств номер 2 приглашает школьников на фестиваль «Свободный стиль». В нем могут принять участие ребята в возрасте до 17 лет. Работа в номинациях видеоролик, презентация, фоторепортаж, анимация и компьютерная графика будут принимать до 6 марта на электронный адрес В этом году наш город представит 8 заявок для участия в программе поддержки местных инициатив. Общая стоимость их реализации более 20 миллионов рублей. Проголосовать за один из проектов можно на портале вамрешать.рф. Количество голосов, отданных за каждую инициативу, будут учитывать при окончательном утверждении заявок. Каждый год жители нашего города активно участвуют в программе поддержки местных инициатив. На собрании собственников решают, что необходимо сделать в их дворе, собирают подписи, оформляют необходимый комплект документов. Часто за помощью они обращаются к специалистам Департамента городского хозяйства или к депутату по округу. Чаще всего по программе поддержки местных инициатив горожане хотят в своем дворе отремонтировать тротуары, расширить проезды или сделать новые детские игровые комплексы. А вот жители округа Александр Михайлович Тихонов при его поддержке в прошлом году поставили в своем дворе новое освещение. И теперь вечером здесь комфортно и светло. В этом году жители округа решили обустроить детскую площадку во дворе дома на Шверник-41. Взамен старых мафов они хотят установить новый игровой комплекс с резиновым покрытием. Этот проект – один из восьми, которые Саров отправил на рассмотрение. В микрорайоне 14, это улица Радищева, требуется уже насущная проблема. Там ремонт тротуаров, которые идут вдоль домов. В районе улиц Гагарина, Пушкина, Чапаева нужно проводить ремонт проездов. Другие проекты – это устройство дорожек и уширение проезда во дворе на Московской 34-1 и 34-2. Ремонт проезда на Шверника-23, дороге в Тизе и пятом микрорайоне. Кроме того, жители предложили сделать спортивный игровой комплекс на участке между школой номер 5 и детским садом 29. Получат эти проекты финансирование или нет, теперь зависит не только от правильно заставленной и обоснованной заявки. Население Нижегородской области может как-то свой выбор обозначить и как-то помочь своим программам. Для этого нужно на сайте «Вам решать РФ» зайти на этот сайт, пройти по ссылочке «Голосование программы местных инициатив». Там размещены все наши 8 проектов с фотографиями и можно проголосовать за один из проектов. Голосование дает дополнительные баллы. То есть если у всех проектов по итогам работы конкурсной комиссии равное количество очков, деньги получит тот проект, который наберет больше голосов. Голосование на сайте «Вам решать.рф» будет проводиться, вернее уже проводится с 15 февраля по 8 марта. И в конце марта мы узнаем уже окончательное решение. Все работы в рамках программы поддержки местных инициатив должны выполнить до конца этого года. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Самый народный праздник. В ресторане «Праем» отметили Масленицу. Для гостей выступили поп-фолк, группа «Ворожея», вокальная студия «Дивойс», театр-студия «Отражение» и вокалистка Татьяна Марунина. Также посетители ресторана могли отведать блюда из специального блинного меню. Хороводы, народные песни, игры и конкурсы. В гостеприимном зале ресторана «Праем» собрались дети самого разного возраста. Как совсем малыши, так и школьники. Чтобы приобщить ребят к народным традициям, организаторы подготовили праздник, посвященный проводам зимы. Ну и сюда пришли, так как на улице холодно, детям все равно, что же надо Масленицу справить, показать, что это праздник. Мы приобщаем детей к русской культуре. И, соответственно, вот нам разрешили здесь провести мероприятие. И детки сегодня, как у нас будет небольшая театрализация. То есть сначала выходят скоморохи, зазывают детей на игрищи всякие разные. Потом детки выходят, поют, у нас две песенки они споют, про широкую Масленицу и про блины. Дети познакомились с народными играми, которые любили их прадеды. Водили хороводы, держась за руки, вставали в ручеек и золотые ворота. Продолжился праздник выступлением группы «Ворожея». Татьяна Марунина и ее подопечные частые гости в прайме. Уже не первый раз ресторан открывает свои двери для проведения подобных праздников и музыкальных вечеров, поддерживая талантливых вокалистов и хореографов нашего города. Для маленьких детей, в принципе, любая площадка, она будет актуальна, потому что они должны привыкать где-то пошире. Потому что комнатушки, которые, например, в студиях разных, в школах, ну, все это как бы не то даже. Здесь сцена есть. Здесь, во-первых, мы не делаем это как концертную программу, мы это делаем как празднование Масленицы. То есть для детей это одно дело как бы и удовольствие, и в то же время показ себя своих возможностей, способностей. Пока дети играли, родители отдыхали на уютных диванах, наслаждались изысканной кухней ресторана «Прайм» и пробовали специальное предложение из блинового меню, которое подготовили к масленичной неделе. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Хоккейный клуб Саров вышел в полуфинал чемпионата Нижегородской области по хоккею. Чтобы определить сильнейшего в паре, Саров-Сеченова понадобилось три встречи. Оба домашних матча команды выиграли, решающим стал третий. Саровчане приняли на своем льду хоккеистов из Сеченова и в упорной борьбе обеспечили себе путевку в полуфинал. Игры в рамках плей-офф чемпионата Нижегородской области в высшей лиге складывались непросто. Первый матч четвертьфинала выиграли саровчане. Ко второму сеченовцев подготовились и встретили наших спортсменов во всеоружие. Хоккейный клуб Саров уступил. Снимали вратаря 4-3 в основное время. Ну, 5-3, пятые в пустые. А сегодня как бы уже полноценный состав вышли. Молодцы, выиграли. Третий матч стал решающим. Обеим командам нужна была победа. На шестой минуте игры счет открыли гости. Меньше чем через минуту саровчане забили ответный гол. На перерыв команды ушли со счетом 1-1. Во втором отрезке игры саровские хоккеисты забросили в ворота соперников три шайбы. И одну пропустили. Плохо играем, когда начинаем вести в счете. То есть надо развивать это, укреплять свое положение. А мы расслабляемся и даем сопернику шансы зацепиться. При разнице в счете в два очка сеченцы не собирались сдаваться. Самым богатым на голы стал заключительный период. Обе команды забросили по три шайбы. Не обошелся матч без нарушений и травм. Некоторые столкновения игроков на льду привели к сильным ушибам. Последний гол в матче сеченовцы забили, когда до конца игры оставалось 1 минута 40 секунд. При счете на табло 7-5 тренер Сеченова принимает решение снять вратаря, но на исход матча это уже не повлияло. У них приехал максимальный состав. Не было одного человека, но, конечно, это плей-офф уже. Здесь будут команды собирать всех, кто заявленный, кто может, кто хочет. В субботу, 7 марта, саровские хоккеисты проведут первый полуфинальный матч на выезде. Соперником наших спортсменов стала команда «Старт». Таншаевцы набрали в чемпионате лишь на одну очку больше саровчан и занимают третью строчку турнирной таблицы. В четвертьфинале «Старт» боролся за победу с командой «Спартак» Тумботина. Победитель в этой паре определился тоже после трех игр. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»